Сотрудники Ненецкого краеведческого музея презентовали четыре уникальных каталога, четыре музейных коллекции. Один из них рассказывает о монетах 1921-1991 годов, которые хранятся в фондах Ненецкого краеведческого музея. Другой представляет одну из частей естественно-научной коллекции – чучело позвоночных животных. Еще одно собрание традиционных ненецких игрушек и, пожалуй, самое интересное представляет холодное и огнестрельное оружие. У одного из них, образца Маузера 1888 года, интересная история. Какая, расскажет Любовь Пермякова. Дело в том, что в декабре 1918 года в районе села Великовисочное состоялось вооруженное столкновение. Это единственное вооруженное столкновение за весь период гражданской войны на территории нашего округа. Рядом села Великовисочное столкнулось два отряда. Отряд красноармейцев под командованием Петра Артеева. Красноармейцев было по разным данным где-то 22-24 человека. И отряд местных ополченцев, которыми командовал интер-офицер ЦАСК армии Василий Капитонович Михеев. К тому времени он уже участвовал в Первой мировой войне, вернулся домой. Только по разным данным, наверное, они слегка завышены, может быть, как их оценивать можно по-разному. Ополченцев этих белогвардейских, которыми командовал Михеев, было около 300 человек. То есть, имея вот такое более чем десятикратное численное преимущество, белогвардейцам удалось одержать победу в этой стычке. В этом бою погибло два человека. Один из белогвардейцев и один случайный прохожий. Подросток села Великовисочное. Уже позже, гораздо позже, уже в 60-е годы, при разборке дома Василия Капитоновича Михеева, в котором он жил, под обшивкой дома было обнаружено две единицы огнестрельного оружия. Одна из них как раз вот этот карабин Маузер образца 1888 года. Замечу, что это боевое оружие, оно действительно состояло на вооружении германской армии и применялось на начальном этапе Первой мировой войны. Вот видите, возникает сразу несколько вопросов о том, как это оружие могло попасть на территорию Нижней Печори, какими путями. Может быть, это на самом деле, как у нас появилась такая версия, это трофей эпохи Первой мировой войны. После того, как эти винтовки были обнаружены, они попали в фонды Ненецкого краеведческого музея. У них были просверлены стволы, и оружие стало частью экспозиции. Вот такие уникальные оружия, которые содержатся в фондах музея, теперь попали и на страницы одного из четырех каталогов. В каталоге представлено не только огнестрельное, но и холодное оружие, начиная с корабельной пушки второй половины XVIII века, самопалом трехдульным конца XVIII-XIX века и заканчивая штыком к самозарядному карабину Симонова середины XX века.